Практическая психология Практическая психология Для вас сейчас эта тема актуальна? Конечно, актуальна, потому что я работаю в театре И в театре всегда, знаете, актуальна тема похода с родителями вместе Потому что, как мы все знаем, очень популярны в наших театрах Так называемые коллективные посещения Когда дети приходят классами в основном Но разность огромная между тем, когда ребенок пришел с классом И когда он пришел с мамой или с папой Поэтому вот как раз на этом вечере мы сделали новую акцию в нашем театре Вечерняя сказка мы ее назвали Мы по вечерам периодически будем ставить такие спектакли На которые будем приглашать мам, бабушек После работы, после школы, после детского сада Чтобы они пришли в театр И я тоже помню эту атмосферу, которая царила в тот вечер И даже я сейчас думаю о том, что неплохо бы потом Остаться и поговорить после спектакля И мне кажется, это тоже будет очень интересно Да, это будет интересно И плюс ко всему, это опять-таки ребенок и родитель Он чувствует в том, что в нем заинтересовано А он услышан Он может поделиться тем, что он испытал и прожил Да, да, мы хотим, чтобы к этому подключались и артисты Возможно, посмотреть на артистов и задать вопросы И вообще просто побыть с родителями Потому что это же целый ритуал, переходя к этой теме Как ходить в театр И хочется, чтобы это был целый ритуал Не просто прибежали, купили билеты, посмотрели спектакль Быстро убежали Да, да, да А то, что заранее пришли и ушли Не просто так, а, возможно, даже поговорили С создателем спектакля Давайте попробуем сегодня разобраться В нашей программе «Практическая психология» С какого возраста мы можем с вами водить детей в театр И как следовать этим правилам? Очень хороший вопрос, Надежда Очень болезненный для меня Как человека всю жизнь проработавшего в театре для детей Потому что самая главная наша боль Когда на спектакле большой сцены В большом зале приходят родители с очень маленькими детьми И сразу же понятно, что происходит Выключается свет, включается громкая музыка И дети начинают плакать, родители начинают нервничать И там дальше несколько видов развития сценария Поэтому большая просьба к родителям Всегда на сайте мы пишем Кроме основного возраста Потому что у нас можно писать 0, 6, 12, 18 Всегда театр пишет рекомендованный возраст Обращайте, пожалуйста, на это внимание Потому что убеждение и театральных работников И психологов тоже Что детей до 4 лет Вообще вот в ситуацию большого зала Большого зала лучше не приводить Ну потому что там действительно Их что-то может напугать Есть для этого малые залы в театре У нас в театре кукол есть малые залы И не только в наших театрах есть малые сцены А для еще более маленьких детей Так скажем, от 0 до 4 Есть такой формат, как бэби-спектакли Которые сделаны специально По продуманным и разработанным технологиям Для того, чтобы малыш первый раз пришел в театр И в нашем театре такие спектакли есть Их целых два И в следующем сезоне мы их количество увеличим Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, что написано И тогда, я думаю, первый поход в театр удастся Удастся А это тоже очень важно, да? Чтобы с первого впечатления у ребенка Уже были положительные эмоции Вот я сейчас хочу прямо добавить Что за возрастные рекомендации Стоит много часов, если не неделя вообще обсуждения Все, кто работает над этим спектаклем Кто создавал, кто связан со зрителями так или иначе То есть, чтобы просто в афише поставить плюс 6 Вы очень многие прямо смотрите Какая музыка, какое освещение Что может быть по возрасту для ребенка Что может его, например, опятыки оттолкнуть Или напугать, да? То есть, это не просто цифра, которая берется с потолка Это выстраданная, я бы даже сказала Да-да-да, и часто бывает Мы начинаем работать с одной возрастной категорией Заявляется она, так называемый, техсовет и худсовете А в процессе мы ее меняем Потому что мы понимаем, что нет, наверное, мы поставим вот это Это очень действительно выстраданная, как вы сказали Очень хочется, чтобы родители это обращали внимание Плюс ко всему, давайте вот мы сейчас прямо проговорим Вы меня поддержите Может быть, что-то свое добавите Значит, считается, что есть исследования Я нашла их специально сегодня для нашей программы Что возможно водить малышей в детский театр С двух с половиной трехлетнего возраста Но при ряде определенных условий Про условия мы сегодня с вами проговорим И вот правильно вы сказали Есть театр Это такое искусство, которое В общем-то для всех возрастов Но просто нужно найти форму, место И правильный настрой Потому что, например, итальянцы пишут Что в театр можно ходить ноль плюс В России с этим тоже согласны Но это должна быть история на 5-7 минут Для детей до двух лет Вообще итальянцы и создали тот самый бэби-театр Поэтому им нужно доверять в этом плане В этом плане, да И поэтому услышите наше сейчас Что и до двух лет можно потихонечку Маленькими шажками двигаться Например, куклы, они же понятны Уже даже ребенку с полутора до двух лет То есть что это такое куколка? Как она может проживать эту какую-то историю? Значит, это должна быть игра с предметами Не в домашней обстановке Детям такого возраста важно, чтобы рядом была мама А не другие дети или взрослые То есть такой момент тоже возможен Ну или очень маленькая группа деток И их мам Да-да Дальше Три плюс Это сказка примерно на 15-20 минут С прямо таким односложным сюжетом То есть, конечно, например, Карлсона трехлетки Да, ему будет это непонятно А вот уже 6 плюс и 7, да Это прямо проживается история Как будто бы это история про тебя, про самого Да? Дальше спектакли в основном все детские Примерно на 40 минут, да? Рассчитаны И это тоже с точки зрения физиологии, да? Все просматриваете вы Да, мы как детей имеем в виду дошкольного возраста Да, дошкольного возраста Могут чуть больше Дошкольника мы стараемся больше на 50 минут не делать Потому что мы с вами понимаем, что физиологически Им очень сложно удержать внимание Потому что мозг сейчас на таком уровне зрелости Что, может быть, он бы и готов был полтора часа просидеть Да, но физиологически он этого не может Согласна Значит, дальше Вот, кстати, 5 плюс спектакль на 30-40 минут В кукольном театре с историей С ярко выраженными хорошими и плохими героями То есть, да, чтобы ребенок уже вот это понимал Что такое хорошо, что такое плохо И они всегда бывают такие Прямо Как бы жизненные эти герои, да? Ну, чаще всего Значит, в это же время уже ребенок Хорошо воспринимает музыку, да? Он уже готов поддаться этим всем ритмам, проживаниям и историям Ну и дальше у нас 6 плюс любой дневной спектакль Драматического или музыкального театра И 12 плюс это вообще любой репертуар Где можно подумать, поразмышлять Может быть, даже о чем-то поспорить Почти взрослые, конечно Да Вы любите какую категорию зрителей? Я люблю все категории зрителей Хотя же так случилось, что я работала как актриса Для всех категорий зрителей Ну, а в режиссуре пока В основном я ставлю спектакли для детей Тут, конечно, очень помогает Мое педагогическое образование Вот это все И поэтому я очень трепетно И сейчас в театре, в котором я главный режиссер И к этому отношусь И вот как раз я начала И спектакли делать для самых маленьких детей Прекрасно понимая о том, что мамам-то тоже ведь хочется в театре Конечно Конечно Они, если, допустим, дома сидят И еще не ходят на работу Потому что они в отпуске в декретном находятся Вот поэтому для этих мам, конечно, мне хочется Я сделала уже один спектакль И буду радовать за то, чтобы еще появились такие спектакли Давайте проговорим, что это за спектакль? Это вот тот самый формат бэби-спектакля К сожалению, это иностранное словосочетание Но вот никак мы не можем в российском театре найти Вот наш русский вариант Не приживаются пока другие названия Хотя, в общем, мы называем это спектакль для самых маленьких Для малышей Это у нас два спектакля Ладушки и Морские приключения Очень простая история В котором какой-то герой В нашем случае это собачка маленькая Совершая небольшое приключение, конечно, возвращается к маме То есть за этим можно следить В конце спектакля можно подойти, потрогать этого героя Поговорить с артистами Поиграть даже вместе с ними То есть мы старались учитывать все, что нужно самому маленькому зрителю Маленькому ребенку А, например, на той же малой сцене Вот уже в формате 3+, это идут самые простые спектакли Как вы верно сказали С самыми простыми сюжетами Они не длятся больше 35 минут За всем за этим мы следим Тем более я мама сама Я прекрасно помню, как я привела своего ребенка В зал большой Три года ему было И мы сидели на первый ряд Потому что мы были приглашены Нам дали очень хорошие места И ровно через 15 минут Или через 10 он встал и громко сказал Спасибо куколке, до свидания куколке И мы ушли Потому что я прекрасно понимала, что ему хватило Было неловко, конечно Но тут как бы кто виноват в вопрос Ну мы не будем искать виноватых Мы будем, наоборот, искать точки роста для нас, как родителей И в то же время для наших детей Потому что, например, я своего старшего сына водила с трехлетнего возраста А младший у меня первый раз пришел на спектакль Карлсон Который живет на крыше в семилетнем До этого, сколько бы раз я ему не предлагала Он каждый раз говорил Я не пойду И для меня это радость Что вот наконец-то он вызрел И сказал, что да, с удовольствием Давайте сейчас вот еще какой момент проговорим Конечно же, мы с вами понимаем Что вот вы сейчас описали ситуацию Через пять минут ребенок встал И вы вместе с ним вышли И сказал спасибо И таких ситуаций многие Ну как бы многие рассказывают, да Взрослые При этом мы с вами не чувствуем себя виноватыми А делаем какие-то определенные выводы И вновь возвращаемся в театр Через определенное время То есть мы не делаем выводы Что теперь, значит, мой ребенок театром Да, совсем не будет ходить в театр И он не будет любить это искусство Какие есть правила? Вот какие правила мы должны с вами знать Как родители Чтобы правильно войти вот в это театральное действие? Я думаю, что вот это Тот самый театральный ритуал, о котором я уже говорила Вот он и нужен для того, чтобы все насложилось у нас Да, с первым посещением И с последующим посещением театра Во-первых, нужно вместе с ребенком, как мне кажется Выбирать спектакль То есть у нас у каждого театра есть сайты теперь И на этих сайтах достаточно подробно указано Что за спектакль Какой возраст Какой рекомендуемый возраст Какие обязательно выложены фотографии Чаще всего есть маленькое видео То есть Пожалуйста, погрузиться Выберите вместе с ребенком Тот спектакль, на который вы хотите пойти То есть не покупайте Ну как бы спонтанно Непонятно на что Обязательно смотрите отзывы Потому что чаще всего сейчас у нас эпоха интернета Про все отзывы можно найти Статьи и можно почитать Это первое А потом вы, когда придете Конечно, нужно заранее сказать Как мне кажется Мы идем в театр Что такое театр Как себя вести Что в театр можно прийти Надеть красивое платье Для девочки Для мальчика тоже Что можно взять с собой Очень часто Особенно в бэби-спектаклях Нужна вторая обувь Потому что иногда детей пускают Прямо на сцену На сцену пускают Походить Попроживать Потрогать персонажи Познакомиться с артистами Вот И прийти, конечно же, заранее Если вы были в Кировском театре кукол И в любом театре Есть на что посмотреть Помимо спектакля То есть можно походить по фойе Посмотреть фотографии артистов Вообще как-то В эту атмосферу Погрузиться чуть заранее Потом, когда вы пойдете В зрительный зал Я думаю, что ребенок Уже будет более готов К спектаклю Но, во-первых И мы говорим об этом Сейчас мы развиваем Такую историю Как разговор с детьми Перед спектаклем Педагог наш начинает Я ее поддерживаю Всячески в этом начинании То есть если, мне кажется Ребенку что-то очень хочется Спросить у мамы То можно спросить Просто нужно объяснить Что тихонько на ушко А не громко Не громко, да То есть можно объяснять Что не надо бегать по залу Сиди Потом ты обязательно побегаешь После спектакля Но какие-то основные правила Мы им стараемся объяснять Когда можно хлопать Когда понравится Что можно громко смеяться Если вам нравится Смешно Если смешно Но нельзя громко разговаривать Если же ребенок Он не готов И он, например, заплакал Очень часто Эта ситуация Вот мы, как работники театра Развиваемся всегда По двум сценариям Первый сценарий Естественно, с ребенком Наверное, надо выйти Вот этот первый сценарий Родители, конечно, выходят Не нужно заставлять Но очень часто К сожалению Родители оставляют Этого ребенка в зале И сами сидят И говорят Смотри, давай ты Давай смотри Вот И, естественно, это мешает Другим родителям Все артистам Они же тоже все слышат Вот Поэтому Призываю родителей Если так случилось Что он сказал Спасибо куколке До свидания куколке Но он не готов Вот так бывает Можно походить Погулять по фойе Попробовать вернуться Но если ребенок Ну вот сегодня Все-таки Ну встал в позу Да Ему рано И сегодня Это не его день Или просто надо Постарайтесь все-таки Прийти через какое-то время На другой спектакль Возможно на малую сцену Опять же И не быть Да И не быть так категоричными Сказать, что Ой, ходили мы В этот театр Не понравилось И больше не пойдем Да Согласна с вами Вот мы понимаем Что ребенок Когда он погружается В театральные действия Он может прожить Очень много историй Он может увидеть Как, например Можно веселиться Как можно Плакать и грустить Да Прямо история Которую Прожил мой сын Когда В самом начале спектакля Про Карлсона Сказали Его зовут Малыш И ему 7 лет И я видела Как он повернул голову И говорит А что, будет про меня, что ли? Ты же меня зовешь малыш И мне тоже 7 лет Да То есть Сразу же такая Идентификация себя С главным героем И мне это понравилось Да Плюс ко всему Есть такие моменты Например Как Рядышком же Мальчик сидящий С папой Ой, с бабушкой Он Бабушке сказал И я это слышала Что Я тоже бываю так одинок Как малыш Да Несмотря на то, что у него Такая большая семья Да И бабушка говорит Потом, потом Поговорим об этом Но об этом я думаю Что она вышла И обязательно с ним поговорила То есть Ребенок может Ощутить это И высказать Тут Тому взрослому Который рядышком с ним То есть Поделиться Всеми теми эмоциями Которые его Которые он увидел На сцене Давайте мы попробуем С вами Вот сейчас Немножко порефлексировать Да С точки зрения Вообще Как ребенок Может принимать Это театральное действие Какие истории Он может прожить Ведь вы делаете Абсолютно разные спектакли Разные спектакли Сейчас очень много Как вы знаете Появилось Современной детской литературы Очень хорошей Потому что Например В театре кукол Какая была история Очень много лет Ставились Определенный набор Названий Потому что Пьесы Например Для театра кукол Они отличаются От пьесы Для драматического театра Там есть своя специфика И Ну вот сейчас В эпоху Когда появился Ну просто бум Хорошей детской литературы А если вы Естественно Конечно Мы все читаем Своим детям Я в это очень верю Вы видите Какие разные книги На разные темы Появляются И конечно Театр отзывается на это И сейчас Очень многие Театры И в нашем том числе Ставят спектакли Вот по Новым детским книгам Так скажем В которых есть А в Карлосе Никакая главная тема То есть что Это же не Не про веселого И в том числе Конечно про веселого Шалуна Вот этого Карлоса Но это же тема Детского одиночества И это Про то Как маленький мальчик От одиночества Придумал себе друга То есть Я бы не сказала Что это очень веселая История История На самом деле И поднимаются Сейчас Разные темы И у нас есть Тоже эти спектакли Ну не знаю Тема смерти Поднимается Сейчас И как об этом Говорить с ребенком Можно ли говорить Нужно ли говорить Вот вопросы Которыми Сейчас Театр Задачен И театр Разговаривает На разные темы И это хорошо Потому что Наша жизнь Она многогранна И ребенок Общаясь С этим искусством Да Может Уже сейчас Учиться Учиться Принимать Ту или иную Эмоцию Да Видеть Как герои Справились С той или иной Ситуацией То есть Получается Такой Театрально Обучающий Процесс Да Ты Мало того Что ты можешь Погрузиться Во все В это Ты можешь Еще и сделать Определенные Выводы Вот например Опять таки Про тему Смерти Мы с вами Все понимаем С точки зрения Опять таки Психофизиологии Что дети В возрасте Пяти лет Они действительно Проживают Все страх смерти И если правильно Родители Помогли прожить Вот это ощущение Потому что Вдруг Вот именно Примерно В пятилетнем возрасте Ребенок понимает Что жизнь конечна Что этот муравей Ползет Ползет И он может Например Там погибнуть Или там например Что-то происходит Такое Что ребенка травмирует И об этом Можно и нужно Обязательно Говорить Если ребенок Задает эти вопросы И конечно же Например Опять таки Книги Литература И спектакли Которые Задевают Эту тематику Они помогают Ребенку Правильно Адекватно И как они Это смотрят И каждый раз Они проживают Это Собственно говоря Ничего нового Мы-то не открыли То есть уже Все в сказках В наших Уже закладываются Закладываются И все уже Вот эти модели Проживались И проговаривались Для ребенка Вот опять таки Вернемся немножко К Карлсону Который живет На крыше Чем ценно Почему Вот на этот спектакль Можно прийти Классом Да А можно прийти И с родителями Или там Со значимыми Взрослыми людьми Потому что Ребенок Да Он начинает исследование Например Опять таки По моему младшему Я смотрела Он задает мне вопрос Почему Как так Актеры оказываются То на первом этаже То на крыше Да И я уже смотрю Что он прямо Начинает какое-то Своё собственное Исследование Прямо здесь Да В процессе этого спектакля Что Каким образом же Они там передвигаются И это пространственно Зрительное мышление Развивается Понимаете То есть Вот все эти процессы Кажется Он просто увлекся Он поставил себе цель И начинает исследовать Да А это точка развития То же самое Например Почему Почему ребенок Почему малыш Отказался ехать В путешествие Со своими родителями Со старшим братом И сестрой И тут же Впереди сидящий малыш Говорит о том Что Вы только в путешествие Без меня не уезжайте То есть Он дает посыл Может быть Который бы никогда Не проговорил Про свой страх Что вы меня можете оставить Еще история Прямо вот Я говорю Для меня этот спектакль Было спектакль Открытие Спасибо вам большое Потому что Когда после спектакля Мне ребенок сказал Мама Ты только Ты у меня очень много работаешь Да Ты только пожалуйста Фрэкинбок Не приглашай Нам такая няня Не нужна Да Проблемы наших детей У которых мама много работает У которых мама много работает Да Есть Конечно же У меня есть няня Да И мне приходится Обращаться к их Услугам Но вот Ведь Я ему и говорю У нас ведь Ни одной не было Похожей на Фрэкинбок Он такой Ну я теперь знаю Если что Как с ней справляться И вот Для меня это ценно было Как для мамы Видеть Слышать Понимать И чувствовать Ребенка Но ведь Мы с вами понимаем Еще и что Некоторые Да Вот это вот Такой экстраверт Который тут же Исследует Тут же Задает вопросы Тут же Там делает Какие-то свои Собственные выводы Но ведь Есть и другая категория Детей Которые тихо пришли Посмотрели И если их не спросить После спектакля То они останутся В своем Вот этом глубоком Да Мире Что вы рекомендуете Вообще Родителям Таких детей Да Мне например Кажется Что Если ребенок Идет После Посидел Тихо идет И ничего не говорит Я бы начала Разговаривать Сама И возможно Я начала бы С разговора О том Как Что испытала Я Ну что Мне понравилось Понравилось Не понравилось Такие категории К театру Не очень хорошо Да Ну вот Рассказала бы О своих впечатлениях Мне кажется Что вот К таким детям Чтобы она Или он Заговорил Со мной То есть Я бы Пошла Через Свои Какие-то Переживания По поводу Этого Спектакля И возможно Возможно Мой ребенок Бы откликнулся И тоже Что-то Мне сказал То есть Я бы не начала С вопроса Ну Тебе понравилось Это просто Каждый второй Родитель Говорит А я же Как бы хожу Слушаю Смотрю Или не понравилось А может быть Он еще А ему надо созреть А ему нужно Выносить Да Он как-то должен Подумать Вот мне очень понравилась Такая прямо Формулировка Да Ценно Когда у ребенка Есть время Пожить с увиденным Подумать Да Когда сразу После спектакля Едва успев закрыться Занавес Родители Не донимают Своих детей Расспросами Да Когда они Дают ему Прочувствовать это А вот потом Если ребенок Готов Поделиться Да То он Отпускает Эту информацию Но вы Как родители Имеете полное право Рассказать Свою историю Что вам Было сегодня Интересно Что вы увидели там И Вот как бы Не Не теребя ребенка Как вот эту коробочку Давай-ка мы сейчас посмотрим Что там у тебя Давай-давай-давай Скажи Да А показывая Свою какую-то Заинтересованность Своё удивление Своё вот ощущение Да Деляясь с ребенком Это ценно и важно Но Это обязательный этап Да Обменяться Конечно Вот это Мнение Энергии Эмоциями Да Это Это очень важно И ценно Давайте ещё Проговорим Вот какие правила При походе в театр Они всё-таки важны Да Вот вы уже Начали про них Говорить Где-то можно Например Можно ли бегать Нельзя бегать Можно ли говорить Во время спектакля Или нельзя Говорить во время спектакля Для чего нам Эти правила Это не устарело Это не Пережиток Какого-то прошлого Сейчас же у нас Знаете такое Поколение потребителей Я пришёл Я заплатил Я что хочу То и делаю Ну-ка Давайте Куклы Танцуйте передо мной Я думаю Что И не согласна Категорически Что вообще Театр устаревает Когда-либо Сколько раз Мы слышали И в знаменитом фильме В нашем Советском Говорили Ну какой там театр Вот телевидение Ну ничего не устаревает Всё живёт И театр Пока будет зритель И артист Или артист с куклой Будет театр То есть театр же Он разнообразен По форме Сколько сейчас Например Есть спектакли Где дети Например Могут как раз Лежать В гамаках С мамами И смотреть И это тоже театр То есть правила Они варьируются Конечно В зависимости от спектакля Бэби спектакль Ребёнок с мамой Сидит на подушке И ребёнок маленький Может встать и походить То есть мы допускаем Варианты конечно же Потому что театр Развивается в разные стороны А есть театр Когда вообще все ходят И слушают в наушниках Есть разная форма Театр Да Разная форма Но вот в ситуации Конечно классического театра Который у нас Ну большинство сейчас Всё-таки Это ритуальное действие Конечно Мы рекомендуем соблюдать Но насколько это возможно В его возрасте Ну и вообще Вот воспринимать эти правила Не как что-то Такое догматичное Да А даже с точки зрения Например Опять-таки Воспитательного процесса Воспитание Это же тоже Свод правил определенных Да И если мы Видим Что ребёнок Вот он Без границ Без правил Без всевозможных Да Ему самому-то сложно От этого Да И поэтому Даже вот Поход в театр Может стать воспитательным процессом Таким да Экологичным очень Когда ребёнку Нужно попробовать Удержать своё тело Там да На протяжении 30 минут Если я так говорю Плюс 6 Там да В положении сидя Но если мы понимаем Что ребёнок Не выдерживает То мы можем разрешить Малышу Встать Тихонечко встать И как бы да Если там например Он никому не прикрывает Поле зрения То он может посмотреть 5 минут стоя Этот спектакль А потом опять сесть И при этом Вы не будете на него Шикать И всячески Чтобы он там Вышел после спектакля И сказал Да ну вас С этими Со всеми правилами Да Ну так вот Как коллективный поход Там приходит учительница И что мы слышим Тихо 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 Вот это И потом Как ни странно Дети Мы уже делали исследование Даже Дети не помнят Эти спектакли Вот не помнят совсем Ну потому что им надо было Вот соответствовать Наверное да То есть вот это Такие спектакли Не задерживаются в их памяти А спектакли Которые они пришли сами Или с родителями Они помнят потом долго Потому что это было Для них экологичнее Я думаю да Да потому что это было Для них Ну как бы Понятнее Может быть даже В какой-то степени И тоже мы с вами Помним о том Что почему Мы рекомендуем Дошкольникам Все-таки ходить Вместе с родителями Да Потому что Для ребенка Присутствие мамы Или значимого взрослого Это тема безопасности Да А театр Это всегда что-то новое Это какие-то новые ощущения Новые даже там звуки Много людей Много людей Большое пространство Да И это как бы Зона такая Так Как мне Да Как надо выжить Во всей этой истории А когда рядом мама и папа То тут уже выживать Не приходится Тут надо быть просто Вот принимать это Театральное искусство Да И радоваться этому Отлично Есть ли какие-то задумки Которые в ближайшее время Вы хотите реализовать На сцене театра И прямо Будете рады видеть И родителей И прекрасных Будут рады видеть Всегда На каждом спектакле То есть вот видите Как задумка Вечерняя сказка Она оказалась На сегодняшний день Нужной И я рада Что Эта задумка Она удалась И будем ее Конечно же Развивать Потом есть задумка Мы придумали Сказочный телефон И со следующих Со следующих выходных После каждого спектакля Ребенок с мамой И с родителем Может позвонить По сказочному телефону Который установлен Будет установлен В фойе театра Сказочным героем Вот То есть просто Поговорить Поговорить Со сказочным героем С тем же Карлсоном Например Или с Дедом Морозом Обязательно Потому что у нас впереди Какой праздник То есть после каждого спектакля В выходной день В нашем театре Будет работать Сказочный телефон Ну как зло Вот Потом Конечно нужно говорить О новых постановках Планов очень много Дай бог Чтобы они все реализовались И продолжаю я тему То что И которая очень важна В нашем городе То есть мы хотим Знакомить родителей С новыми названиями С новой Современной детской литературой Потому что мы прекрасно знаем Что мы знаем Все Золушку И пойдем скорее всего На Золушку А на незнакомые названия Наверное Ну Можем не пойти Поэтому мы продолжаем Нашу тему У нас был проект И мы его будем возрождать В нашем камерном пространстве Когда мы читаем И показываем Теневой театр Для родителей с детьми И там очень маленькое Количество зрителей То есть еще один Семейный проект У нас есть Здорово И поэтому я надеюсь Что в следующем сезоне У нас появятся спектакли По современным детским книгам Я прямо чувствую Как театр идет к нам Как родителям Является помощником Для улучшения Детско-родительских взаимоотношений Для развития ребенка Как такой личности Чувствующей Понимающей Созидающей Что тоже немаловажно И вот еще Мне очень понравилось исследование Правда проведено оно Год назад И не в нашей стране Но ребята Студенты Проводили исследование Как театр Развивает эмоциональный интеллект ребенка Сейчас все говорят Про развитие эмоционального интеллекта И вот Если вы чувствуете Или вам например Педагоги говорят Что вот надо бы С этим поработать Да Потому что сейчас Очень многие дети Не понимают Гамму эмоций Которые испытывают Их одноклассники Взрослые Соседи Да А театр в этом может помочь Театр развивает эмпатию Да Сочувствием Да И принятием Поэтому мы Вновь и вновь Приглашаем Всех думающих Родителей И маленьких детей На спектакли Театра Театра кукол И сегодня у меня в гостях Наталья Красильникова Главный режиссер Кировского театра Кукол Театральный педагог Актриса и мама Наташа Спасибо вам большое За такую интересную Спасибо Программу До новых встреч Пусть все будет В театре И у вас лично Прекрасно Ну а мы Нашим слушателям Желаем любви Счастья Здоровья И конечно же Берегите друг друга До свидания Всего доброго Практическая психология